У Алексея Николаева из села Маншуках Малинской области на следующий год большие планы. Кроме 70-летия со дня победы он собирается отметить свой юбилей. Мужественный, не сломленный тяготами войны Алексей Николаев со слезами на глазах вспоминает Великую Отечественную. Сегодня он рад и горд, получая новогоднее поздравление от Верховного Главнокомандующего Назарбаева. Разрешите вам вручить от президента цветы и разрешите зачитать открытку подписанной президентом для вас, уважаемый ветеран Великой Отечественной войны. Сердечно поздравляю вас с новым 2015 годом, который пройдет под знаком 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Представители вашего поколения своим ратным, трудовыми подговорами в годы войны и послевоенные возрождения, а также весомым вкладом в упрощение нашей независимости, снискались на всенародное уважение и стали примером для потомков. Благодарю президента, благодарю районных руководителей. Дай Бог вам здоровья, дай Бог вам хорошего настроения, дай Бог удачи вам в вашей работе. Желаю вам всего лучшего, в семье, в здоровье, в работе, всем людям. Алексей Константинович – гордость этого поселка, названного именем Героя Советского Союза Маншук Маметовой. Он достойный пример трудолюбивого, преданного своей стране человека, хорошего семьянина, отца троих детей. Среди множества нагрудных знаков есть у него и медаль за освоение целинных земель. Дважды раненый в бою, прошедшие битвы на Украине, в Румынии, Болгарии, Венгрии и Австрии, он приехал в Казахстан и всю жизнь проработал механизатором, помогая поднимать целину. Поколения, которые видели тяжесть войны, являются гордостью нашей страны, а также нашего района. На примере этих мужества, стойкости и трудолюбия, патриотизма этих людей мы сегодня воспитываем молодежь. Мне радостно. Я не хочу умирать из-за этого. Благодарю вам за все, за ваше внимание, которое вы нам уделяете. Алексей Константинович не хочет отпускать гостей и с надеждой в глазах приглашает всех 23 февраля на свой 90-й день рождения. Анжела Гарипова, Бахтияр Заев, Акмолинская область.